Доступно. Объективно. Кратко. С Сергеем Алексашенко. Сидишь за теми цифрами, которые публикует даже Росстат, подчиненный Министерству экономики, который ни одной цифры без разрешения правительства не выпустит. Но так давайте вот обсудим, где же находится российская экономика сейчас в середине 2020 года. Начнем с первого квартала. Росстат гордо рапортует, что в первом квартале российская экономика выросла аж на целую 1,6%. Ну, давайте скажем так, что сам по себе рост невелик, что называется, к примеру, как крокодилы летают на Зинько-Незинько, но и этот рост меряется к первому кварталу 2019 года. То есть не к четвертому кварталу. Мы не знаем, что происходило конкретно в первом квартале. Мы знаем, что происходило на протяжении всего года. Вот по итогам года в первом квартале экономика выросла на целую 0,6%. Но если мы посмотрим к четвертому кварталу, то выясняется, что был спад. И это хорошо видно на графике. Более того, выясняется, что и по отношению к третьему кварталу в экономике России был спад. То есть вот так экономика в первом квартале уже падала. Упала она, можно сказать, не сильно, вроде бы как на первый взгляд, на 1% с небольшим, что в годовом измерении составляет 4,5%. Давайте вот здесь немножко аналогическое такое замечание, что когда мы говорим о росте экономики в течение квартала, мы должны говорить о том, насколько экономика выросла или упала в течение квартала, но при этом правильно говорить в годовом измерении, то есть в четвертой степени. Ну, чтобы цифры были сопоставимы, что было бы, если бы экономика с такой скоростью развивалась на протяжении целого года. Так вот, если бы экономика России на протяжении всего 2020 года развивалась так же, как в первом квартале 2020 года, то она бы упала за год на 4,5%. Но это еще не все. Чудеса открываются так же. Не зря же я говорю, что российские статистики, работающие в Росстате, они умеют любую цифру подогнать под желанием начальства. Выясняется, что основным драйвером роста в российской экономике была оптовая торговля. И она обеспечила 40% прироста ВВП, ну, точнее говоря, добавленной стоимости в российской экономике. Ну, начнем с того, что оптовая торговля – это самая мутная, можно сказать, самая мутная данная в секторальной статистике, потому что здесь, ну, на самом деле замешано все. Здесь и оптовые базы торгующие продовольствием, и экспортеры зерна, и экспортеры газа, и российские холдинговые компании, и «Газпром», и «Норильский Никель», и «Интерос», и «Лукойл». То есть вот эти головные структуры, которые находятся в Москве, ну, или в Петербурге, они все зарегистрированы как холдинговые компании, которые тоже относятся к оптовой торговли. Поэтому что там творится на самом деле, сам черт ногу сломит. Ну, и если вы будете смотреть на исторические ряды, как росла оптовая торговля в России, то никакой логики вы не увидите. Ну, вроде бы как, вот интуитивно должна быть логика, связывающая рост объемов оптовой торговли с ценами на нефть. Да, потому что все-таки оптовая торговля – это и экспорт, это и импорт. Если весна на нефть падает, то курс доллара растет, и, соответственно, падают объемы экспорта, падают объемы импорта. Ну, вы знаете, даже эта зависимость не очень прослеживается. Поэтому бог с ним, вот такой вот локомотив, знаете, как торговая экономика, растет на оптовой торговле. Ну, то есть, грубо говоря, на продаже сырья и на покупке импорта. Это 40% роста экономики. Следующий удивительный сектор, который обеспечил рост российской экономики – это финансовый сектор. Мне, честно говоря, здесь информации тоже состояние дел побольше. Так вот, этот сектор обеспечил 22,5% переросту дополненной стоимости в первом квартале 2020 года. Ну, исторически финансовый сектор в России всегда почти растет быстро, и он растет быстрее, чем ОНВП. Я не знаю, откуда Росстат берет такие данные. Ну, видимо, наверное, вся экономика растет медленно, поэтому даже такой умеренный рост финансового сектора выглядит поразительно. Ну, вы знаете, вот я беру отчетность Сбербанка за первый квартал и смотрю, что прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года упала на 45%, то есть практически двое. То есть первый квартал – это квартал, когда случилась девальвация рубля, это когда учились карантинные меры, это когда очевидно качество кредитных портфелей стало резко ухудшаться, и Сбербанк об этом прямо и честно пишет, что нужно создавать большие резервы, и это привело к уменьшению прибыли. Ну, если мы посчитаем, что у Сбербанка, ну, некий прообраз добавленной стоимости, ну, такой очень круглый, возьмем прибыль Сбербанка, и все, что связано с управлением с административными расходами на содержание банка, предположим, что это и есть добавленная стоимость Сбербанка. Так вот, она сократилась в первом квартале на 25%. Ну, вы знаете, вот Сбербанк – это примерно половина российского финансового сектора, и, соответственно, чтобы в целом финансовый сектор вырос на те самые 9%, про которые говорит Росстат, весь остальной финансовый сектор России должен вырасти больше, чем на 30%. Я, конечно, верю в Чебеса, но не в такие. Ну, тем более, что, скажем, там, банк ВТБ, очевидно, не создавал таких больших провизий по потере по кредитам, ну, и он сообщил о том, что его прибыль упала в первом квартале 2020 года на 14%. Ну, то есть, вот очевидное броню Росстата, ну, знаете, так не бывает, что когда финансовый сектор говорит о том, что его прибыль падает, а Росстат говорит о том, что финансовый сектор уверенно растет. Ну, вот это какие-то такие совершенно необъяснимые чудеса российской статистики. Теперь переходим к самому главному. Все-таки первый квартал – это такой плюс к вам перфекты, давно прошедшее время. А он уже закончился, и на самом деле, это, как говорилось, как Бендер, до эпохи исторического материализма, до начала эпидемии коронавируса, потому что именно карантинные меры, защитные меры привели к тому, что экономика резко рвала. Насколько резко? Министерство экономики дает оперативные данные ежемесячные, и говорит о том, что в апреле российский рынок снизился на 12% к апрелю прошлого года, а в мае он снизился почти на 11% к маю прошлого года. То есть, в общем, падение более чем существенное. И если предположить, что во втором квартале экономика России упадет в целом на 10%, то это означает, что итог июня, где-то примерно там, около 7% падения к июню 2019 года. Значит, минус 10% в течение квартала – это 34% годового падения. То есть, если бы вся российская экономика падала на протяжении года с такой скоростью, то это бы падение больше, чем на третий. То есть, нужно понимать, что вот это падение, оно стремительное, и оно точно совершенно превышает темпы падения экономики в кризисе 2008 года. И я думаю, что оно превышает темпы падения экономики даже в начале 90-х годов, когда разваливался Советский Союз. Но самый интересный вопрос – что же будет дальше? Мы в прошлом выпуске, я обсуждал про ту лапшу, которую премьер Мишустин вешал на уши резиденту Путину. Вы знаете, вот на этой неделе пришло сообщение, что очередной план отправлен, план восстановления экономики, доходов населения и всего. Ну, план всего хорошего отправлен президенту, правда, он пока, ну, не видел, видимо, президента. И, в общем, план пока так не очень сильно доступен. И можно только опять цепляться за какие-то общие цифры. Сегодня все – и Министерство экономики, и Центральный банк, и даже Герман Греб, который возглавляет Загербанк, говорят о том, что экономика России упадет в этом году, в 2020 году на 5%. Ну, знаете, может быть, может, упадет, может, не упадет. Но если предположить, что она во втором квартале упадет на 10%, то для того, чтобы было в целом по итогам года минус 5% к прошлому году, к 2019 году, нужно, чтобы в третьем и четвертом квартале экономика росла со скоростью 4% в квартал или 17% в годовых. Вы знаете, вот с такой скоростью российская экономика не росла никогда. Возможно, конечно, чудеса бывают, возможно, конечно, снятие карантинных ограничений не даст. Такой толчок, мощный толчок многим секторам российской экономики, но не очень в это я верю. А дальше? А дальше примерный шутинг говорит о том, что экономика будет расти аж на целых 2,5% в год. Если она будет расти на 2,5% в год, то на уровень 4 квартала 2019 года российская экономика выйдет в середине 2022 года. То есть такое вот долгое двухлетнее восстановление экономики. И что тогда? Вы знаете, в мае 2022 года исполнится 10 лет тому, как президент Путин нарушил Конституцию, нарушил конституционные ограничения на два президентских срока и снова уселся в Кремле. Так вот, за эти 10 лет российская экономика, если верить планам премьера Мишустина, если они не реализуются, вырастет аж на целых 7%. То есть меньше, чем на 0,7% в год. Вот такое вот удачное управление президента Путина целых 10 лет. Вы знаете, если бы в российской правящей верхушке, в российской правительстве врал только президент Путин, ну, наверное, с этим можно было бы как-то смириться. В конце концов, человек живет в бункере, даже к нему тоннель специальный прорыли, чтобы, так сказать, враг не просочился, вирус не просочился. Но путинская система негативного отбора кадров, она приводит к тому, что наверх пробиваются люди, которые должны врать не хуже, чем Путин, а может быть, даже лучше, чем Путин. И вот примером, очередным примером такого врунишки, лжеца-чиновника, стал руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Вот что она сказала в интервью телеканала РБК относительно того, что россияне не имеют возможности выезжать за границу. Когда, по вашим данным, откроются все-таки возможности выезжать туда, и что для этого нужно сделать? Ни мы, ни руководство страны не собирается искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж. Ситуация выглядит так, что даже если мы говорим «Езжайте», то с той стороны говорят «Извините, мы пока не принимаем». То есть получается, что сейчас вот те страны, которые вот нам интересны с точки зрения, являются традиционными популярными направлениями для отдыха, это так и получается. Итак, повторю. Зарина Дагузова, руководитель Ростуризма, сказала, что российское правительство не предпринимает никаких специальных мер для того, чтобы ограничивать выезд россиян. Вот врет, что называется, и не краснение. Еще 27 марта этого года российское правительство выпустило распоряжение на основании статьи 9 закона о государственной границе и статьи 31 закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии российского населения закрыло пересечение российской государственной границы для россиян с использованием автомобильного, железнодорожного, речного сообщения, даже пешеходного, ну и смешанного, ну и для того, что и гужевого транспорта тоже. Ну, конечно, попускаются люди, которые там на работу, на лечение. В начале времени было небольшое послабление, что те, кто идет работать, могут выехать. Как всегда, ограничение было введено коряво. Статья 9 закона о государственной границе говорит о том, что российское правительство может закрывать пересечение границы в отдельных пунктах. Ну, то есть, в общем, конечно, это тоже правда, что если закрыть всю границу, то это все пункты, все пункты это тоже отдельные. Ну, как-то вот, знаете, некрасиво. А закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, вот 31 статья, вообще говорит о том, о том, что в пунктах пересечения границы могут вводиться карантины. И все. Там даже не говорится, что граница может закрываться. Ну, в общем, короче говоря, ввели и ввели. Коряво-коряво. Вы скажете, что, вот смотрите, но ведь в распоряжении правительства не закрыто авиационное сообщение. Да, конечно, не закрыто. Но просто аэроход, основной перевозчик российский за границу, который будет пассажиром за границу, просто перестал летать. Скажите, другие страны не принимают? Отвечу, принимают. Вот посмотрите, например, как выглядит расписание Минского аэропорта, откуда вылетает компания «Белавиа». Ну, да, вот. Нельзя сказать, что очень густо. Но, тем не менее, там полтора десятка рейсов в разные города Европы авиакомпании из Минского аэропорта совершают. Ну, значит, принимают. Значит, у кого-то есть возможность, у кого-то есть право. Одним словом, вы даете возможность, да. А люди решат, хотят они лететь или не хотят. Так вот, аэрофлот такой возможности не дает. И вот какое-нибудь это расписание аэропорта Шереметьево. Вы видите, что изо всех международных пунктов назначения есть только Ницца. Ну, это неудивительно. Город на южном берегу Франции. Ну, и начинается летний отпускной сезон. И вы сами понимаете, что российские чиновники, их семьи, дети, жены, домочадцы, ну, в общем, должны ехать и отдохнуть, конечно, в самом правильном месте на южном берегу Франции. Вот такой вот руководитель Ростуризма врет и не краснеет. Говорит, что правительство не собирается оплатить никаких ограничений и не будет им удерживать россиян внутри страны. Я много слышал о цифровом ГУЛАГе в городе Москве, когда оплатились карантинные ограничения. Не знаю, насколько жесткими они были. Судя по всему, пугались сильно, наказывали не очень. Я не знаю, и, видимо, этот цифровой ГУЛАГ, ну, если верить российским чиновникам, то его все-таки ликвидируют, а что мы все не очень верим. Не знаю, цифровой, не цифровой, но вот реальная колючая проволока вокруг всей территории страны, которая не пускает россиян за границу, которая не дает им реализовать право въезда-выезда за пределы страны, вот она существует. Эта проволока ограничивает нашу свободу. Эта проволока и является важнейшим ограничением тем же самым железным залом, самым шлагбаумом, который повесил Путин, сказав всем сидеть, никого не пускать. Спасибо за внимание. Ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы. До новых встреч. Будьте здоровы. Доступно. Объективно. Кратко. С Сергеем Алексаженко.